На бумаге друзья, а на деле нет. Грузоперевозчики с трудом пересекают кыргызско-казахскую границу. Из-за этого на кыргызской территории образовалась пробка из больших грузов в 7-8 километров. В чем причина долгой проверки казахской стороны и когда решится этот вопрос в следующем репортаже. Пересечение границы, проверка документов, прохождение медицинского контроля. Итак, максимум 15-20 минут. Дальше грузоперевозчик едет по своему маршруту. Это касается тех, кто въезжает в Кыргызстан. А вот попасть в Казахстан – дело не из легких. Ну очень быстро, минут 5-10. Недолго. А в Казахстане сколько времени? О, в Казахстане это очень долго. Там ремонт, там рентген, там оно, но это очень долго. Из-за этого на кыргызской территории вновь образовалась очередь из больших грузов длиною до 8 километров. Водители вынуждены простаивать по нескольку суток. Что будет дальше, неизвестно. Вице-премьер-министр Иркина Срандиев лично ознакомился с процедурой прохождения границы. Убедился в том, что с кыргызской стороны никаких задержек нет. А вот очередь в сторону Казахстана говорит сама за себя. На протяжении долгого времени, уже несколько лет у нас есть сложности на пропускных пунктах казахско-кыргызской границы. Особенно они усугубились с прошлого года. Вот последние недели мы наблюдаем особенно большое скопление автомашин. Вот сегодня, 4 июня, порядка 300-400 машин стоит в пробке по двое-по трое суток. Посмотрел процедуру прохождения границы из Кыргызской республики в республику Казахстан. В принципе, порядок выезда, он несложный. Регистрируется автомашина, выезжающая данные водителя, и осуществляется заезд на территорию республики Казахстан. И там мы имеем сложности. Очень медленно идет пропуск автомашин, из-за этого складываются вот такие пробки. По информации Иркина Астрандиева, для устранения проблемы ведутся переговоры с казахской стороной. Очень большая проблема. Наши грузоперевозчики, предприниматели испытывают очень большие проблемы. И мы последние несколько дней ведем интенсивные переговоры с казахскими коллегами. Но будем надеяться, что эта проблема будет решаться. К сожалению, ситуация на наших внутренних границах Евразийского Союза очень сложная. Намного сложнее даже, чем на внешних границах. Мы с прошлого года обращались в рамках регламента Евразес. Мы обращались в коллегию с тем, чтобы тот контроль, который присутствует на границе, мы считаем это барьером, который не должен, который противоречит нашим договоренностям. И этот вопрос рассматривается. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято объективное решение, и этот барьер будет устранен. Между тем, казахская сторона отрицает создаваемые ими барьеры. Более того, на заседании Совета ЕС 3 июня первый заместитель, премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов выступил с заявлением по границе, в ходе которого сказал следующее. «Хочу обратить внимание всех коллег, что со стороны каргызских партнеров идет намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером внутреннего налогового администрирования. Допустимо ли на таком высоком уровне высказывать обвинение в сторону партнерской страны?» Конец цитаты. А между тем страдают обычные граждане – водители, которые кормят свои семьи, перевозя грузы из одной страны в другую. Все бы ничего, ждать можно долго, да вот сейчас в такую жару портится перевозимый товар.